На восьмой кихоне перемещение дзенкуцу, таты цуки, также на трещоте развернули, затем у нас идет после третьего удара таты цуки, цуки гэдан, посмотрите, ич, вот рука не надо ее совсем прямо, сейчас вот небольшие правки были, тоже года три или четыре назад, чуть согнутая рука, это имитация захвата, шагнули, и киба, посмотрите, где у меня локоть, шито цуки, стопа, обозначил захват по центральной линии, локоть, видите, чуть согнут, и стопу развернули, шагну, шито, задирать не надо, и старайтесь немножко локоть все время сюда, к центру, третий раз сделали, малоте, раз, два, три, Итак, мы закончили киба дачу инзюго, здесь сделали, и третий раз мы нанесли цуки гэдан, дзюн цуки, и нам нужно выйти в стойку кокуцу с блоком морота учука, посмотрите, как я это делаю, стопу уже мне надо под 45 подготовить, локоть по центру, здесь сложили, шагну, и работа бедер, можно несколько раз поделать, потом потренировать для себя, ич, видите, локоть сюда, ни, сан, ич, ни, сан, малоте, раз, два, три, сделали, вышли сюда, закончили, следующее, ич, ни, сан, прям показать, сильный разрыв, ич, сложили руки, ни, сан, у тебя замечание было, рука здесь, часто на экзаменах встречают, кулаки вот на одной линии, вот здесь, в этой плоскости, ос, есть, ну и майя гэдзюн цюсоку, также делаем, после постановки, вы должны во фронтальную позицию сделать, тайкёку сунасан, я показал, сейчас еще раз запишем, у нас два коротких хвост, на самом начале, бедра, ос, ос, освобождение от захвата, еще стойкие к куцу, и потом уже пошли дальше, пока там? У нас удар цуки уже немножко другого типа, такого, реверсивного, по-разному, рикошет называет, посмотрите, мы удар ногой сначала наносим, вот я меняю руки, и сразу, как только поменял, вот этот разворот у меня как бы заряжает и ногу, майя гэдзюн, и теперь посмотрите, вперед, назад, обязательно вход, выход, и вот у тебя как раз замечание по задней стопы, но не только у себя, на самом деле, очень многих, некоторые вообще не доворачивают стопы, ты вот так вот доворачиваешь, но она вот так у тебя стоит, а нужно вот довернуть до этого положения, посмотрите, как сзади стопа должна выйти, вот вы поменяли руки, ос, и вот, четко, хорошая позиция, еще одна ошибка, которая встречается, вот такого типа получается, ос, и вы рядом ногу ставите, она должна вот на такой длине остаться, и так, на восьмой кю, первой рандраку, еще раз посмотрите, поменяли, ос, ос, вошли-вышли, ос, ос, то есть нужно войти и четко выйти, вот это у нас часто будет встречаться, и в этом разница цуки между девятым кю и восьмым кю. Второй рандраку на восьмой кю мы входим с отукой, опять же, двумя ногами входим, не одной рукой, а посмотрите, у меня две ноги, видите, две ноги, здесь две ноги, и здесь две ноги, две ноги, то есть если ногами посмотреть, у меня вот, раз, два, три, четыре, раз, два, вот постоянно вот такое движение, и вот целиком рандраку уже он выглядит, ос, 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 я специально медленно, чтобы контролировать, когда вы будете провести ошибки, вот и свою стопу, тоже на такой скорости, ос, 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 какие еще здесь ошибки встречаются, вы делаете только одной рукой, ос, 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 видите, все тело открыто, нужно корпусом немножко работать, посмотрите, видите, я здесь закрылся, здесь, 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 вот, я вышел, я защитился, а вот так вот неправильно, ос, 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 это одна рука, так это? Ну и, наконец, второй вариант, второго рандраку на восьмой кю мы смещаемся назад, опять я, видите, всем телом защитился, не вот так вот одной рукой, всем телом, один отшаг, второй отшаг, и опять войти и выйти, войти и выйти, вот этот вход-выход можно на макеварах потренировать у себя в клубе, один держит макевару, второй бьет, вперед-назад, и выставляем стопу, пока-то? Это что касается рандраку, итак, седьмой кю, у нас секущие удары тыцуе, вот нужно обратить внимание сразу, чтобы вот вы еще на месте, когда отрабатываете, отработать, что вот это бедер четко замах, плечо, локоть вперед направлен, и работа бедер, потом вы в стойке то же самое, подготовили стопу, замах прошли, бедра довернули, все три уровня, третий уровень гэддон, у нас предплечье параллельно земле, а кулак загнут, а вот тыцуе комиками учи, здесь у нас, видите, предплечье под 45 примерно, кулак загнут, то есть вот я переношу одинаково, вот на эти вещи обратить внимание, тыцуе майя у каучи, у нас бедра прямо уже, прямо кулак вертикально прошли, здесь такая небольшая подача, села, чуть-чуть вперед немножко телом подать, тюдан, тоже кулак вертикально под рукой бьем, гэддон, мы перед собой, если мы в дзинкуцу бьем, то примерно на середине бедра, то есть не на уровне колена и не вот здесь, примерно середина бедра туда, но вот, может, немножко наносим удар, тыцуе йо каучи, в кибодачи, вот мы закончили в позиции сюда, в позиции киба, а, мы закончили вот, вот и в этой позиции, дзинкуцу, позиции дзинкуцу, вот сюда, и дальше мы переходим киба, посмотрите, подготовил стопу, подготовил на замах руку, шагнул сюда, тюдан то же самое, раз, два, на мысочках повернулся, вот что касается вот этой техники и на восьмой кю, дзинцуке, еще встречается вот такая ошибка, на восьмой кю, посмотрите, раз, два, три, раз, голова скачет, мы у себя в клубах иногда и на сборах натягивали пояса, два человека брали, и ты должен идти, и чтобы голова на одном уровне были, на седьмой кю аналогично, у нас на одной высоте, посмотрите, ноги согнуты, ноги согнуты, я повернулся, видите, у меня все на одной линии, как ртуть скользит, сделали заключительный удар гэдан, повернулся, ич, центральную линию прикрыл, шагнул в кокосу, разложили на три счета, мааши гэдан барай, раз, два, три, обращаю внимание, вот мааши гэдан барай в этой плоскости проходит, вот здесь, то есть не надо делать вот такую ошибку, когда вы ведете к уху, как гэдан барай, потом сюда, здесь вот перед собой, перед собой, и после шута мааши ука пересекаем центральную линию, вот эта центральная линия, посмотрите, где, вот здесь, то есть я должен пересечь вот эту центральную линию, отбить, над головой выйти, и пальцы на локоть, сделали, после этого ич, подготовили стопу, мах сделали, коснулись пола второй счет, и третий счет прошли, то есть через вот это касание пола, все четыре техники удара, вот, по ренраку, Анна Олеговна показала, все, у нас соединяются два ренраку, на девятый и на восьмой кью, то есть мы вышли, ренраку, дачи, и пошли, смена стойки, вошли, проносную технику, потом здесь рука, здесь рука, вошли и вышли, тоже вход, выход, и обязательно на стойке два положения, вот такое, вот такое, то есть нет нигде других промежуточных позиций. Мы непосредственно входим с постановкой руки, гябутские, остановка руки, смена рук, гябутские, и конечная у нас точка, у нас башни гябутские вышли, у нас непосредственно здесь сбор по двух ренраку, девятого кью, и первого, восьмого кью, и молодой кью, целиком, сделай, пожалуйста, еще. Обратите внимание кьай на блоки вучилке, И до передней нагрызания.